Немножечко тоже не хватило, наверное, для победы. Один из самых хороших проектов у вас. Так, следующий проект. Давайте посмотрим. Это у нас Бокарева Татьяна. Бокарева. Бокарева Татьяна у нас из Москвы. Начинала изучение в шестом потоке. Вот так как личного времени на изучение и выполнение проектных работ не хватило, пришла на седьмой поток. Здесь у нас 30 соток. Сад называется Нескучный сад или сад розовой мечты. Смотрите, он тоже у нас вытянутый, неправильной формы. Большая часть территории узенькая, да, сложно к проектированию. Насколько интересно расположила Татьяна свои функциональные зоны. Здесь у нее есть и водоемчик, и спортивная площадка. И какие-то тут еще дополнительные растительные композиции. Огородик. Много вариантных дорожек. Видите, хорошая подача, да. Читаемая. Мы видим, что все сделано в масштабе, в пропорциях. Ничего нигде лишнее не преобладает, не... Ну, как все, начала уставать. Теряю слова по ходу. Причем, смотрите, интересно, как у них сделаны дорожки. Часть дорожек широкие, да, массивные, а часть дорожек поуже. Но, тем не менее, это интересная геометрия. Интересно будет по ней и шагать, и наблюдать. Решение это мне очень-очень симпатично. Так, распределение растений так же, в общем-то, равномерно. На что обратить внимание? Внимание обратить на газон. Газона получилось много. Видите, прямо много газонов. И за ним нужно будет много ухаживать. Поэтому все-таки посмотрите, где можно часть композиции посадить более плотно, чтобы сократить площадь газона. Вот, например, почти правильно сделано у вас вот здесь, да, где зона костровища. Мы видим, что практически все-все-все-все-все занято растениями. И останавливана только сама площадка для костровища. Хорошее решение. Соответственно, да, вот здесь, где у нас водоемчики. Кстати, тут не вижу, где мы посидим у этого водоемчика. Мы придем на него только посмотреть. Или мы можем все-таки где-то здесь посидеть. Тоже нужно подумать. Ну и тогда, соответственно, не просто одиночные, вот так вот, как вы расположили, посадочки. А сделать их прямо более компактно, группами. В этом уголочке группу, в этом уголочке группу, в этом. В каждом уголочке группу сделали. И какие-то скамеечки в том или в другом углу. Или, может быть, не в том углу.